Продолжаем наше обучение и сегодня говорим про домены. Доменное имя – это уникальный адрес веб-сайта в интернете, который пользователи вводят в строку браузера для доступа к конкретному ресурсу. Доменное имя преобразует числовой IP-адрес, который используется для идентификации серверов в сети в удобный для людей текстовый формат. Основные функции и значение доменных имен – упрощение доступа к веб-сайтам, основная функция доменного имени – сделать интернет более удобным для пользователей. Запоминание и использование буквенных адресов гораздо проще, чем длинных числовых IP-адресов. Уникальность. Каждое доменное имя уникально. Оно привязано к конкретному веб-сайту и не может быть использовано дважды. Это гарантирует, что один сайт имеет один уникальный адрес в интернете. Человеческое восприятие. Доменное имя создает имидж и бренд компании или организации в сети. Хорошо подобранное доменное имя может значительно повысить узнаваемость компании или продукта. Работа через DNS. Доменные имена работают через систему доменных имен, которая преобразует домен в IP-адрес. Когда пользователь вводит домен в браузере, DNS ищет соответствующий IP-адрес сервера, на котором находится веб-сайт, и перенаправляет туда запрос. Структура доменного имени. Каждое доменное имя состоит из нескольких частей, разделенных точками. Домен верхнего уровня. Это последняя часть доменного имени, которая идет после последней точки. Такие домены, как COM, ORG, NET, а также национальные домены. Такие как KZ, RU и другие. Домен второго уровня. Это имя, непосредственно предшествующее домену верхнего уровня. Это имя часто используется для обозначения бренда, компании или продукта. Домен третьего уровня. Поддомен или субдомен. Это часть домена, находящаяся перед доменом второго уровня. Однако поддомены могут быть созданы любыми, и часто они используются для сегментации веб-сайта. Процесс регистрации доменного имени. Выбор доменного имени. Пользователь выбирает доменное имя, которое соответствует его бренду, продукту или цели. Необходимо убедиться, что выбранное доменное имя свободно и не зарегистрировано другим пользователям. Проверка доступности. Свободно ли доменное имя осуществляется через сервисы регистраторов доменов. Если оно уже занято, система предложит альтернативные варианты или подскажет, что домен можно выкупить у текущего владельца. Выбор регистратора. Доменное имя регистрируется через аккредитованного регистратора. Это компании, которые предоставляют услуги регистрации и управления доменами. Регистрация и оплата. Для регистрации домена необходимо оплатить ежегодную пошлину за его использование. Стоимость варьируется в зависимости от зоны домена. Ком, эру, козет и услуг регистратора. Некоторые компании также предлагают дополнительные услуги, такие как защита персональных данных владельца домена. Настройка DNS. После регистрации необходимо настроить DNS записи домена, чтобы направить его на нужный сервер. Это может быть сервер веб-хостинга, сервер электронной почты или другие ресурсы. Управление доменом. Продление домена. Регистрация доменного имени производится на определенный срок, обычно один год. Важно своевременно продлевать регистрацию, чтобы не потерять право на домен. Защита домена. Существуют услуги защиты домена, такие как блокировка трансфера, чтобы избежать несанкционированной передачи домена, и защита персональных данных владельца, например, скрытие личных данных в публичной базе. Доменное имя – это важный элемент веб-присутствия, который напрямую влияет на успех сайта, его узнаваемость и доступность. Выбор правильного доменного имени требует учета таких факторов, как уникальность, простота, соответствие бренду и SEO-оптимизация. Процесс регистрации домена прост, но важно правильно выбрать зону домена, регистратора и регулярно обновлять регистрацию, чтобы не потерять права на доменное имя. Продолжение следует...